Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары и так коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В промышленной зоне в столице региона начали обновлять один из самых популярных маршрутов дорогу по улице Алматинской. Особое внимание пожарной безопасности. В столице региона продолжается подготовка школ к новому учебному году. Утренняя пробежка по набережной с чемпионом мира по боксу. В Самару приехал Руслан Проводников, призер многочисленных игр, провел занятия с жителями и гостями города. А начинаем выпуск с информации о крупном пожаре на Самарской 235. В этот четверг в 17.28 на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о возгорании двухэтажного нежилого строения площадью 70 квадратных метров. К ликвидации огня привлечены 42 сотрудника пожарной службы и 11 единиц спецтехники, а также 33 человека личного состава МЧС и 7 единиц техники. Все сведения о погибших и пострадавших уточняются. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как содержатся общественные пространства и дворы Ленинского и железнодорожного районов города. Большинство территорий ранее обновили по муниципальным, региональным и федеральным программам. Во время встречи с мэром жители задавали вопросы и высказывали пожелания, а представители подрядных организаций рассказывали, как ухаживают за своими участками. Что уже сделано и о чем просили жители главу города, узнал Михаил Ермоленко. Новые локации и пространства, а самое главное, все больше обновленных территорий. Только в Ленинском и железнодорожном районах за 4 года благоустроили бульвары на улице Революционной и Мичурина, сквер Мичурина, Крымскую и Никитинскую площади. Содержание этих территорий на контроле главы Самары Елены Лапушкиной. Во время традиционного объезда мэр города проверяют, как ухаживают за территорией и что нужно сделать дополнительно на общественных пространствах. К примеру, на Никитинской площади есть детская площадка, которая практически всегда пустует. Мэр отметил, что по возможности нужно рассмотреть вариант ее переноса в более оживленное место и поручила главе Ленинского района и профильному департаменту заняться этим вопросом. Главное вынести инициативу на общественное обсуждение. В центре внимания главы города не только общественные пространства, но и дворы. Жители дома 3А по улице Арцебушевской обратились к мэру с просьбой помочь изменить схему движения по прилегающей дороге. В частности, жильцов беспокоит грузовой транспорт, который не только создает много шума, но и периодически разрушает асфальтовое покрытие. Тем более, что недавно здесь начали укладывать новое. Представитель профильного департамента отметил, что вопрос уже на контроле и проблема в стадии решения. Во время осмотра Ленинского района Елена Лапушкина обратила внимание на территории, которые могут быть обновлены. На пересечении улиц Дачной и Мичурина, рядом с торговым центром, есть небольшая заросшая зеленью аллея. Пока локация далека от идеальной, но в будущем все может измениться благодаря программе формирования комфортной городской среды. Активные жители микрорайона хотят видеть новое облагороженное пространство и даже подготовили собственный проект. Осталось только дождаться следующего года и когда территорию внесут в список рейтингового голосования за благоустройство. Уже сейчас самарцы видят здесь прогулочную зону с красивым озеленением и инфраструктурой. Все ждали завершения работ по проектированию реконструкции улицы Дачной. К счастью, есть заключение, которое обрадовало практически всех жителей Мичурина Микрорайона, о том, что все-таки будет не реконструкция, а капитальный ремонт. Поэтому все жители хотят, чтобы этот сквер, как зеленый остров, остался на территории района. До конца августа, отметила глава города Елена Лапушкина, необходимо осмотреть все девять районов Самары, проверить содержание и благоустройство общественных пространств и дворов, которые обновляли с 2018 года по муниципальным, региональным и федеральным программам. Особое внимание глава города уделит тем территориям, о которых часто пишут жители. Михаил Ермоленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События. В Самаре избрали нового председателя городской общественной палаты четвертого созыва. Им стал доктор экономических наук профессор Габибулла Хасаев. Первое заседание общественной палаты в новом составе прошло в городской администрации. При участии главы Самары Елены Лапушкиной подробности расскажем в сюжете. Поддерживать инициативы граждан и некоммерческих организаций, вырабатывать рекомендации органам местного самоуправления, вести контроль за работой чиновников. Все это задача городской общественной палаты. Ее состав в этом году обновился, поскольку завершился пятилетний срок работы общественной палаты прошлого созыва. Первое заседание в новом составе состоялось в городской администрации при участии главы Самары Елены Лапушкиной. Новым председателем общественной палаты единогласно избрали доктора экономических наук профессора Габибуллу Хасаева. Это человек высочайшего профессионализма, человек глубочайшей порядочности. И к его мнению, безусловно, прислушивались, прислушиваются и будут прислушиваться. Я благодарю Габибуллу Радугиевичу, что вы согласились возглавить такой ответственный пласт работы. Вот не все вопросы, которые будут рассматриваться на заседаниях общественной палаты, имеют какое-то прямое, однозначное решение. Всегда надо находить компромисс и убеждена, что с вашим опытом, с вашим знанием, конечно, эти компромиссы, конечно, эти решения будут найдены. Благодарю вас за оказанное доверие. Для меня это высокая честь и огромная ответственность возглавить общественную палату одного из городов-миллионников Российской Федерации, где представлены такие, я бы сказал, выдающиеся, известные, опытные, авторитетные личности, носители многих компетенций, которые помогут нам осуществлять успешную деятельность на благо нашего города. В состав общественной палаты четвертого созыва вошли 27 человек, в том числе главный редактор телеканала «Самары ГИС» Елена Орлова. Традиционно в состав общественной палаты города входят наиболее известные, уважаемые люди, которые внесли весомый вклад в развитие города, являются лидерами общественного мнения и представляют различные социальные группы городского сообщества. Я хочу от имени членов общественной палаты Самарской области, от имени нашего председателя Виктора Александровича Сойфера поздравить вас с вхождением в четвертый состав общественной палаты города и выразить уверенность в том, что наша совместная работа послужит дальнейшему развитию и процветанию города Самары и Самарской области. В состав городской палаты традиционно избираются 14 кандидатур, которых определяет глава города и 13 представителей общественных советов и некоммерческих организаций. Это позволяет сделать общественную палату эффективной переговорной площадкой горожан, бизнеса и власти. Большие проблемы складываются из маленьких нерешенных вопросов, а эти маленькие нерешенные вопросы часто не решаются на каком-то мелком уровне. А когда встречаются руководители, вот этих мелких вопросов, их обладать нет, решается все очень легко. И вот как раз, мне кажется, цель этих общественных советов, общественной палаты для того, чтобы вместе на высоком уровне вырабатывать методологию работы, чтобы исключать какие-то несоответствия в работе на благо общества, граждан, людей, обыкновенного человека. Общественная палата Самары впервые собралась в 2007 году и с тех пор является площадкой для широкого диалога, обсуждение гражданских инициатив и местом аккумулирования всех общественных предложений для улучшения жизни города. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Подготовку города к предстоящему 1 сентября обсудили на заседании городской антитеррористической комиссии под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. В школах пройдут торжественные линейки, у каждого учебного заведения будет дежурить дополнительный наряд полиции для обеспечения правопорядка. Также представители профильных департаментов рассказали, что в школах в первые дни учебы с учениками проведут классные часы, посвященные безопасности на дорогах, антитеррористической безопасности и поведению в интернете. То, что мы сейчас обсуждаем, для нас работа с вами понятная и, в общем-то, уже привычная. Вот эта рутинность, эта саму спокойность я убедительно прошу оставить в стране. Еще раз хочу все-таки застрить внимание всех присутствующих, глав внутригородских районов, о том, что нельзя относиться спустя рукава к тем вопросам, которые мы с вами рассматриваем. Прямая ответственность, чтобы здесь, с нашей стороны, было выполнено абсолютно все. Кроме того, руководители образовательных учреждений в преддверии 1 сентября дополнительно напомнят родителям учеников о съемке с воздуха. Если они хотят снимать торжественные линейки в школах с помощью коптеров, то они должны получить специальное разрешение. Полный порядок действий для допуска к полетам опубликован на сайте городской администрации. Безопасность детей на первом месте. Сотрудники МЧС проводят профилактические визиты в школы Самары в преддверии нового учебного года. Особое внимание уделяют пожарной безопасности. Представители ведомства проверяют наличие и справность огнетушителей, состояние установок пожарной сигнализации, система оповещения при возгорании и оборудовании путей эвакуации. Сегодня проверили школу номер 57 в микрорайоне Волгарь. Подробности в сюжете. Это не настоящая тревога, а лишь проверка работ системы оповещений в 57-й школе. Здесь, как и в других образовательных учреждениях Самары, готовятся к началу нового учебного года. Вопрос пожарной безопасности – один из основных. Сотрудники МЧС знают, на что обратить внимание. Профилактический визит включает в себя профилактическую беседу, в ходе которой мы разъяснили требования пожарной безопасности, привели противопожарный инструктаж, привели учебную эвакуацию на объекте, проверили работоспособность системы оповещения в здании. Представители ведомства проверили наличие планов эвакуации, также рассказали о правилах использования огнетушителей, проконтролировали их исправность. Для того, чтобы им воспользоваться, необходимо выдернуть предохранительную чеку, нажать в спусковой рычаг и через выпускное ответствие направить в летущее число, то есть в сторону чека пожара. К средствам оповещения при пожаре повышенное внимание. Система должна бесперебойно работать автоматически, без участия сотрудников школы. Как пояснили инспекторы, там, где находятся дети, все имеет значение. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, даже маленькие неисправности могут привести к большим неприятностям. По словам сотрудников учебного заведения, здесь не только следят за техническим обеспечиванием безопасности детей, но и регулярно проводят тренировки для обработки навыков эвакуации. Схему действия в случае тревоги ученики и учителя должны знать наизусть. Школа содержит 17 эвакуационных выходов. Логистика школы позволяет эвакуировать учащихся при необходимости или в случае учебных пожарных эвакуаций, не смешивая потоки детей начальной школы и учащихся 5-11 классов. Школа к началу 2022-2023 учебного года абсолютно готова. В завершении визита представители МЧС провели инструктаж для персонала по технике безопасности в случае возникновения пожара. По итогам осмотра школа 57 была признана готовой к новому учебному году. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Максим Гусев. События. Через Московское шоссе к промышленной зоне. В столице региона начали обновлять один из самых популярных маршрутов в дорогу по улице Алма-Атинской. Стартовал первый этап – фрезерование. Средства на ремонт были выделены по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Подробности в репортаже Михаила Ермоленко. Дорога по улице Алма-Атинской не просто один из самых популярных маршрутов Самары, но и крупный участок, проходящий через промышленную зону. В этом году на средства нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» здесь обновляют дорожное покрытие. Рабочие уже приступили к первому этапу ремонта – фрезерованию. По большим просьбам жителей обращений в администрацию города Самары мы изыскали средства при ремонте дорог и вышли на самый плохой участок по улице Алма-Атинской. В этом году сделаем участок от Московского шоссе до Старозагора, а в следующем году продолжим ремонт от Старозагора до улицы Металлургов. Профильные службы ремонтируют участок Алма-Атинки от Московского шоссе до улицы Старозагора площадью в 14 тысяч квадратных метров. За прошедшую смену дорожные рабочие справились с фрезеровкой уже половины маршрута. Укладывать новый асфальт начнут после восстановления бортового камня. Дорожный ремонт здесь синхронизирован с большим проектом по строительству ливневого коллектора, в процессе установки которого были убраны некоторые элементы благоустройства. Трудятся, как правило, в ночную смену, чтобы не мешать движению транспорта. Специалисты планируют полностью справиться с фрезеровкой за две ночи. Данная машина выполняет фрезерование в верхнем слое асфальтобетонного покрытия, исправляя продольный и поперечный профиль. Задаем нормативные уклоны, поперечные и продольные. Также она срезает разрушенный асфальт и будет сверху уложено 5 сантиметров щеберочной мощности асфальтобетона. В целом в этом году на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Самаре планируют отремонтировать свыше 35 объектов. В настоящий момент работают на трех участках. Полностью завершить ремонт планируют к 1 сентября. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Далее коротко о других событиях этого дня. Росстат рассчитал стоимость базового школьного набора для первоклассника. Одежда, обувь и школьные принадлежности обойдутся в 22 тысячи рублей на мальчика и в 26 тысяч рублей на девочку. В сравнении с июлем прошлого года собрать школу мальчика-первоклассника стало дороже почти на 14%, а девочку на 11,5. В базовый набор первоклассника входит 9 наименований одежды и обуви для мальчиков, всего в гардеробе 17 вещей, а также 11 наименований для девочек, всего в гардеробе первоклассницы 22 вещи. Мальчикам 2 пары брюка, 3 рубашки, девочкам 3 блузки, 2 платья и 2 юбки. Для занятий спортом – спортивный костюм. Кроме того, в набор первоклассника входит 2 футболки, 5 пар носков или гольф, 3 пары колготок и по одной паре обуви разного типа, пояснили Росстатин. В Самаре пройдет интерактивная выставка, посвященная российскому джазу. Под открытым небом 20 августа на территории Струбковского сада разместят 10 информационных стендов. Жители и гости города познакомятся с легендарными джазменами, самыми яркими и важными событиями, фестивалями и культовыми местами кристаллизации джаза. Для подготовки выставки использовались материалы из личных архивов, музыкантов и их семей. Это редкие фотографии, документы, афиши, награды, которые до сегодняшнего дня нигде не публиковались. Выставка продлится 2 месяца – до 20 октября. Российские магазины собираются продавать продукты с истевшим сроком годности, чтобы сократить объем отходов, отправляемых на свалку. Так, одна из крупных ритейл-компаний в стране планирует продавать просроченные продукты производителям кормов и удобрений. Сейчас ритейлер находится в поиске заинтересованных лиц и прорабатывает механизм работы инициативы. После пробы проекта компания примет решение о возможном его развитии. Почти 60 тысяч абитуриентов подали заявление на поступление в колледжи через портал Госуслуги. Об этом сообщают в Минцифра России. Основная приемная кампания проходила с 14 июня по 15 августа. Документы можно было направить в неограниченное число образовательных учреждений на любые специальности и профессии. Всего абитуриенты направили более 144 тысяч заявлений. Подать документы в рамках дополнительного набора на оставшиеся места можно до 25 ноября. Всего, по данным министерства, к сервису подключились более 2000 колледжей в 70 регионах страны. Утренняя пробежка по набережной для любителей физкультуры, которая прошла с профессиональным боксером, закончилась поэтическим экспромтом и фотосессией. В Самару приехал чемпион мира Руслан Проводников. Со спортсменом встретился наш корреспондент Сергей Кизоркин. В эту сторону, да? Ну что, поехали! На этот раз акцию «Самара в движении» на первомайском спуске набережной возглавил профессионал, чемпион мира по боксу Руслан Проводников. 38-летний спортсмен родом из Хантамансийского автономного округа села Березово. В свободное время зачитывается стихами Сергея Есенина. Любимое письмо к женщине. И каждое утро, несмотря на погоду и время года, Руслан Проводников начинает с 10-километровой пробежки. Не изменил правилам чемпион и в Самаре. Я это сделал не просто один, как всегда, а пробежался с такими же, еще раз говорю, сильными и добрыми людьми. И самое главное, мне приятно видеть каждый раз на каждой утренней пробежке. Не важно, сколько она проходит. Чаще всего я бегаю в 5 утра. Где бы я ни был, Екатеринбург, Москва, Питер. Выходишь на улицу в 4, в 45, на улице стоят толпа. Такие же, как и ты, дураков. И бегут, я говорю, вам что делать нечего, заняться нечего. А они счастливые какие-то. Утро с чемпионом провели порядка 30 самарских боксеров. Совместной тренировкой физкультурники остались довольны. Прямо рядышком. На удивление себе пробежал. Очень доволен. 10 километров давно не бегал. Нет, на этом не закончил. Еще больше, наверное, мотивации теперь. Ну, эргетика у таких людей всегда чувствуется, конечно. Чувствуется. Сильный человек. Особенно приятно, что любят стихи Есенина. Организатором физкультурного марафона для самарцев выступил департамент спорта. Каждый день на пляже Первомайского спуска работают различные спортплощадки, проходят бесплатные тренировки и мастер-классы. В том числе сегодня с чемпионом мира по боксу Русланом Проводниковым. Все парни будут понимать, что все спортсмены, которые достигают таких титулов, это не небожители, это обычные ребята, которые с открытой душой, с открытым сердцем и готовы дарить свои таланты и помогать расти таких же замечательных спортсменов, как они сами. Вечером чемпион Руслан Проводников будет почетным гостем уже в МТЛ-арена. Там пройдет титульный бой по боям без правил в легчайшем весе. Россиянин Вячеслав Свящев против бразильца Матиуса Сантоса. Всего зрители увидят 14 поединков. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Футболисты Крыльев Советов заканчивают подготовку к матчу против Воронежского факела. Хоккейный клуб ЦСКА ВВС допущен к участию в предстоящем сезоне ВХЛ. А пара триатлонисты стали лучшими в стране третий год подряд. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Футболисты и тренерский штаб Крыльев Советов готовятся к матчу шестого тура российской премьер-лиги против Воронежского факела. Вместе с командой занимался защитник Георгий Зотов, прибывший накануне в расположение клуба. Георгий ранее выступал за крылья на протяжении трех сезонов и провел за самарцев 80 игр. Матч с факелом состоится в пятницу в 20 часов. Обслуживать встречу будет бригада Евгения Турбина из Дмитрова. При его судействе самарцы провели 9 матчей в чемпионате России, по 4 раза победили и проиграли, и один раз сыграли в ничью. С воронежским факелом самарским крыльям предстоит встречаться еще дважды в Кубке России. Накануне прошла жеребьевка группового этапа среди команд премьер-лиги. Также в квартете у самарцев питерский «Зенит» и московский «Спартак». Команды сыграют между собой по два матча дома и на выезде. Первые две команды выйдут в плей-офф, а клуб, занявший третье место, получит шанс дойти до финала через дополнительные раунды отбора. Календарь кубковых игр будет опубликован позднее. В Москве состоялось заседание дисциплинарного комитета высшей хоккейной лиги. На нем были окончательно сняты все ограничения самарского клуба. ЦСКА ВВС официально стал участником первенства ВХЛ в сезоне 2022-23. Сейчас летчики продолжают предсезонную подготовку, которая стартовала в середине июля. В рамках этой подготовки ЦСКА ВВС под руководством главного тренера Юрия Мардвинцева провел два товарищеских матча с «Аратовским кристаллом», одержав две победы – 5-4 и 1-0. В Казани завершился чемпионат России по спорту слепых в дисциплине «Триатлон». Самарский экипаж в составе Андрея Букова и его лидера Артема Афанасьева в третий раз подряд подтвердил статус сильнейших в России. Спортсмены преодолели дистанцию за 1 час, 1 минуту и 58 секунд. Всего в чемпионате страны приняли участие 5 женских и 5 мужских экипажей из 5 субъектов Российской Федерации. Спортсмены проплыли 750 метров на открытой воде реки Казанка, затем была велосипедная гонка на 20 километров и завершилась дистанция 5-километровым забегом. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. 22 августа отмечается день государственного флага Российской Федерации, напоминает телеграм-канал Кировского района. В рамках празднования в регионе запланировано проведение тематических акций, викторин, участие во флэшмобах. Мероприятие состоится и в Кировском районе. 20 августа в 18 часов ДК поселка Зубчениновка выступление коллектива славянской песни «От сердца к сердцу». 22 августа в 16 часов в сквере дубовый колок, праздничный концерт, танцевальный флэшмоб в костюмах расцветки российского флага, проведение патриотической акции «Российский триколор» с раздачей ленточек и квиз-игра. Началась регистрация на Всероссийский онлайн-чемпионат по игре «Изучи интернет, управляем», сообщает в телеграм-канале советского района Самары. Со 2 по 22 ноября дети и подростки со всей России проверят цифровую грамотность, соревнуясь за звание чемпиона и ценные призы. Участники смогут выступить как в индивидуальном зачете, так и объединившись в школьные команды. За 60 минут им предстоит выполнить задания разного уровня сложности. Регистрация и участие в чемпионате бесплатные. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки в рубрике «Важно знать» рассказывают, как избежать несчастных случаев, связанных с падением ребенка из окон, и предлагают ознакомиться с видеоматериалом «Дети и окна». Где разъясняют основные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь и здоровье детей. На территории городского округа Самары введен самый высокий класс пожарной опасности, 5-й, информируют в телеграм-канале Департамента городского хозяйства и экологии. В связи с этим запрещается пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня, на территории лесных и земельных участков. Ограничивается въезд в леса транспортных средств. Нельзя разводить костры, жечь мусор на садовых и дачных участках, примыкающих к лесам. Если вы заметили возгорание, немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону 01 или 101 с мобильного телефона. Самары Гиз запустил новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. И сегодня выясняем, любите ли вы смотреть сериалы. 36% опрошенных ответили, что любят и во время просмотра не могут остановиться. Еще 21% считают просмотр сериалов бесполезным занятием. 19% смотрят очень редко и порядка 24% включают их фоном. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары Гиз, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. О выпуске новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok